да да с радостью с радостью и так перед тем как я поделюсь с вами своей презентацией опять же я хочу поблагодарить всех и каждого из вас потому что мы здесь просто замечательно проводим время в эндотеке она особенно учитываясь того времени как начался запуске и 2 и 0 то есть 10 людей из моей команды они работают со мной на ежедневной основе возможно даже на ежечасной основе мы работаем круглосуточно и это просто так замечательно когда в нашем распоряжении все эти замечательные инструменты когда мы имеем возможность смотреть на полностью новое расписание на полностью новый формат взаимодействия друг с другом и с нашим программным обеспечением я также очень хочу объяснить что то о чем мы с вами периодически говорить нужно понимать что у нас есть две шляпы на 1 шляпа заключается в том что мы разрабатываем стратегии мы разрабатываем сигналы и технологии на этом фронте у нас получается все просто замечательно мы по-настоящему добираемся уже вот к концу этого на второй части это та часть где мы еще молоды где мы все еще учимся это часть где мы управляем огромным просто феноменально большим фондом из нашей точки зрения вот то что мы видим в индустрии прямо сейчас как и говорил джереми у нас есть огромное количество фондов которые терпят крах и эти огромные фонды которые терпят крах с миллиардными оборотами мы знаем что советы директоров в целом они по индустрии то есть например морган стэнли они разрешают только стратегии покупая держи то есть hotel где вы можете только купить и только держать и в подобных волатильных обстоятельствах как например в рынке криптовалюта это просто является самоубийством это то что происходит со многими фондами сейчас я думаю что мы достаточно хорошо пережили сейчас текущую сложную ситуацию и с нашими новыми алгоритмами мы ожидаем что мы будем не только выжившими на этом рынке но что вместе с тем мы станем и теми редкими людьми у которых получилось добиться успеха в этих обстоятельствах те стратегии которые вам показывал они сейчас добиваются по-настоящему выдающихся результатов и наша задача чтобы начать доверять этому чтобы начать быть смелее с нашим управлением нашим портфелем я более глубоко это разберусь тем как мы об этом будем говорить дальше так сейчас я поделюсь своим экраном так и и это вот обновление с 1 июля и это пример того что мы испытали так сейчас я это уберу так вы видите да да мы видим так все видно и им это например наш опыт работы с эфиром который упал вот с этой точки на который находился в июне и мы смогли очень хорошо поймать два серьезных движения первая часть мы вышли здесь а вторую часть мы вышли здесь потому что опять же мы ожидали что мы находили состояние ожидания того что будет происходить дальше опять же наши алгоритмы их новой версии очень хорошо дают результаты показатели но здесь вы видите волатильность этого рынка мы видим что зеленая линия она поднимается над 91 где 91 определяется как то что еще приемлемая волатильность для более высоковолатильных рынков но она значительно очень сильно поднялась над ней поэтому мы можем ожидать здесь просто огромных взлетов и огромных падений здесь ни один стоп лосс не работает мы вы вы видели это несколько раз этот период и следующая версия которую мы разрабатываем на протяжении следующих недель она может торговать намного быстрее если вы посмотрите намного более частые торги если вы посмотрите на наш график то опять же здесь огромное количество возможностей наши новые алгоритмы уже начинают работать учитывая эту повышенную волатильность это как раз смысл дейзи потому что раньше все что мы могли делать это просто улучшать существующие идеи но он прямо сейчас мы как компания мы как компания и как технология получили возможность начать загружать наш искусственный интеллект новыми идеями на еженедельной основе и тестировать как они хорошо работают и я вам покажу что мне больше всего нравится в том что происходит дейзи мне бы хотелось сейчас поделиться с вами той причиной по которой этот месяц и даже с этими огромными движениями которые мы поймали все равно в итоге не вышел в плюс и причина как раз то о которой сказал эдвард потому что реальность намного сложнее чем то как мы иногда смотрим а история она проистекает из этого факта поскольку с начала июня мы значительно и наше внимание сконцентрировали на выпуск 16 версии мы все еще оставили наш портфель поровну разбитым между длинными и короткими покупками шортами и лонгами и у нас только определенная часть нашего общего вклада была запущена на эфиры если видишь есть меньше стоит нормально потому что то что мы делаем это мы используем от двух до трех икс плечей на некоторых из наших счетов поэтому мы на самом деле смотрим на возможности прибыли более ста процент на возможно использовать более 100 процентов нашего капитала при торгах это нелегко потому что как вы видите многие компании сейчас как раз из-за использования плечей они тонут мы же в свою очередь крайне осторожно используем плечи с очень ограниченным количеством алгоритмов как вы можете здесь и видеть то у нас 34 процента было на шортах но вот здесь вот у нас алгоритмы были не настолько хорошие мы не смогли перенести часть портфеля в шестнадцатую версию и на самом деле здесь были съедены все те прибыли которые были получены здесь мы сейчас и и трейдинг биткоина тоже переливали на шестнадцатую версию не ожидаем что мы снова будем видеть такие же потери как мы видели до этого но для конкретно этого месяца вот процесс который нам требовалось выполнить для того чтобы обновить все до шестнадцатой версии для того чтобы изменить структуру фонда мы как раз это в этот месяц и делали и это соответственно но с точки зрения битисе и мы пострадали шар ты также очень хорошо сработали с альткоинами потому что мы видели очень и очень хорошие шар ты но ланге и нас немного в этом опять же подвели и а вот наш баланс этот баланс то что я достаточно длительное время не показывала я хотел бы показать вам и как именно это выглядит с бинанса то есть например вот если я сейчас открою свой бинанс то это выглядит примерно следующим образом у нас есть 45 миллионов которые сейчас находятся в наших так которые сейчас нет не то у нас 12.5 миллионов наших бета структурах и в наших аккаунтах фьючей у нас 45 почти 45 с половиной миллионов и это коррелирует с нашими текущими структурами следующим образом у нас также есть определенное количество денег которые пока что ждут сторонке которые мы используем сейчас для страховых вопросов и мы приняли решение использовать некоторые из их некоторые из них для нашей новой версии в июле в июле мы же реструктурируем это реструктуризация уже идет для того чтобы теперь у нас была подобная структура где у нас 175 процентов будут использоваться на лангах и на 125 процентов будет использоваться на шортах соответственно мы все еще достаточно бычи настроены на то что рынок пойдет вверх и потому что знаете вот когда идет движение в бычью сторону то движение намного агрессивнее если вы со 100 до 150 прыгать до 50 процентов но если вы прыгаете со 150 до 100 то здесь только 30 процентов заработка поэтому мы все еще достаточно бычи настроены но с технической точки зрения не с точки зрения рынка поэтому мы сможем поймать более жесткие составляющие бычьих движений вот наш новый портфель и как вы видите мы сейчас достаточно серьезно инвестированы в и шарты и в движение вниз и сейчас я хочу просто немножко это подробнее объясните дэнзи 2.0 и позволил нам быть намного более осторожными с теми движениями которые мы берем или не берем опять же я перед тем как показать вам результат июня хотела показать еще пару примеров и вот как выглядит наша новая структура где мы переносим некоторое количество из фондов которые у нас были в страховке сейчас переходит обратно в трейдинг нас есть дополнительные фонды которые все еще находятся в страховых фондах и эти 60 миллионов будут разбиты в соответствии с тем что я вам только что показывала из используя плечи в 2 и 5 икса в нашей структуре тогда мы сможем получить эту капитализацию которую сейчас видите на слайде я думаю что достаточно чисто достаточно хорошо работает и учитывая что сейчас мы намного больше доверяем нашим алгоритмом мы увидим что алгоритмы хорошо работает как со стороны шахтов так и со стороны лангов и то мы можем уже не беспокоиться о том что мы пропустим какие-то серьезные движения как на шортах так и так и на лангах и это достаточно интересная историями потому что если мы посмотрим на наши предыдущие версии с которыми мы работали до этого то что мы по сути делали когда мы шаротели мы Мы бы входили вот здесь в шорт. И мы бы видели, как все спадает. И потом мы в самом конце тренда мы бы выходили. А затем мы бы заново входили вот здесь, а выходили бы вот здесь. Но это то, что делал старый алгоритм. Но новый алгоритм, они очень осторожны. Они стараются ловить точки разворота и только затем входить. И вот для нас это как раз является огромной частью. И это происходит как со стороны лонгов, так и со стороны шортов. То есть мы теперь очень осторожно можем ловить дополнительные движения. И вместо того, чтобы просто терять, мы теперь можем это ловить. И ровно то же самое происходит и со стороны лонгов, которые у нас были до этого. Поэтому, например, мы могли бы войти на шортах здесь, потом выйти вот здесь, а потом зайти на лонгах вот здесь. То есть только вот посмотрите на эту точку, вот отсюда и дальше, выше, это прекрасный тренд, который был сформирован до этого, ранее наши предыдущие алгоритмы не могли подобные тренды ловить, и мы бы могли поймать этот тренд только на его середине, то есть видите, мы бы ловили его здесь, а вот вся начинающая часть тренда для нас была бы просто продолжающейся потерей ранее незакрытого шорта. Но когда мы смотрим на наш новый алгоритм, теперь мы можем этот тренд поймать с самой точки разворота, и это на самом деле огромная разница, на которую способен искусственный интеллект, потому что он способен намного большее количество данных обрабатывать, он намного лучше способен понимать состояние рынка, он может понимать там текущие уровни поддержки, сопротивления, текущее состояние рынка, текущий там order flow и все остальное, для того, чтобы соответствующим образом делать нужные выводы. И с нашей стороны мы сейчас крайне довольны, что мы смогли добиться подобного уровня точности с нашими алгоритмами, в рамках которых мы можем пребывать в состоянии, где мы ловим эти тренды практически с самого их начала. Понятно, что перед нами еще огромное количество работы, и что мы в самом начале этой версии 2.0, мы работаем еженедельно, еженедельно отпускаем, выпускаем, запускаем работу новой версии, и увидим, что между 13, что была у нас раньше 13 и 14 версия, а сейчас уже 16, то есть у нас и 15 и 16 уже были выпущены и уже запущены в работу, и прямо сейчас мы работаем на 17 версии. Что сделает 17 версия? Она на самом деле сможет решить для нас очень болезненную часть, в рамках которой мы очень многое постоянно вкладывали, то есть вот здесь это просто огромные деньги, которые лежат на столе, то есть здесь 47% которые оставались на столе, и мы просто не брали его из-за повышенной волатильности рынка. Но угадайте что? Мы говорим, хорошо, так, теперь это новый формат возможностей, которую раньше мы ловить не могли, потому что наши руки были связаны, но сейчас мы расширяем наши резолюции, мы используем все доступные нам инструменты, мы их всех вышиваем в наш искусственный интеллект и совместно работаем для нахождения решений. Как только искусственный интеллект эти решения находит, опять же, мы очень осторожно просматриваем и следим за логикой искусственного интеллекта, говоря, так, хорошо, здесь применима такая логика, здесь ее можно использовать, тогда используем. И это будет уже 17-я версия, которая по-настоящему сможет помочь нам на том, чтобы выходить из тех трендов, которые мы видим, потому что, как вы видели раньше во время DayZ, что мы достаточно хорошо умеем ловить точки входа, но когда речь заходит о точках выхода, мы постоянно выходим преждевременно, не дожидаясь до конца тренда. Поэтому 17-я версия будет запущена через пару недель, и прямо сейчас классная часть заключается в том, что каждый раз, когда мы решаем что-то делать, нам требуется минимум неделю, то есть мы не можем это сделать там, то есть мы это не делаем за 3-4 месяца, как раньше, сейчас вот неделя новая версия, неделя новая версия. И то, чем я хотела бы с вами поделиться, я понимаю, что времени осталось не очень много, но я бы хотела немного похвастаться, если позволите. Я хотела бы похвастаться и поговорить с вами о том, о чем я уже обещала, что с вами поговорю, потому что я говорила, что поделюсь с вами результатами. Итак, это результаты, которые у нас очень хорошо умели ловить видимые движения, а это вот со стороны бета с биткоином, это как раз то, что нас съело большую часть наших доходов в начале месяца, это как раз та история, с которой мы постоянно боремся сейчас, потому что у нас сейчас есть разное распределение, и наша версия сейчас, понятное дело, обновлена, то есть мы не ожидаем, что подобное повторится, когда это не было в будущем, но на вторая часть, это как раз наш бэк-офис, я знаю, что наш бэк-офис для вас может выглядеть нереально, но для меня это выглядит как самый прекрасный бэк-офис в мире, и именно это те метрики, которые мы используем, и самая лучшая метрика, которая мне нравится больше всего, но я опять же, это только на версии 2.0, это версия 16, на следующей неделе мы ожидаем, что все это будет выглядеть намного красивее, и все будет намного более информативным, но моя самая любимая метрика, это просто вот пенель анализ наших новых алгоритмов, как вы видите, это очень красиво нам показывает, как все работает, но вместе с тем, мой самый любимый график из всего этого, это степень точности трендов, где мы смотрим на все возможности, которые у нас сейчас есть на рынке, и мы боремся за то, чтобы наши фиолетовые линии полностью закрывали все зеленые линии, все красные линии, и этот график дает нам такое огромное количество информации, и прямо сейчас этот график способен делать поэтапные входы, поэтапные выходы, и теперь вся команда работает как один единый механизм, как один единый мозг, для того, чтобы убедиться, что мы используем каждую из предоставляемых нам рынком возможностей, стараясь разобраться, как именно мы сможем поймать каждый из состояний, которые нам предоставляет рынок, и для того, чтобы укоротить длинную историю прямо сейчас, хочу сказать, что мы горим, это прям, это замечательно, то есть у нас следующая версия уже может делать то, что она делать должна на протяжении длительного времени, и в этом месяце мы ожидаем, что волатильность будет продолжать снижаться, мы ожидаем, что рынок становится для нас все более и более предсказуемым, и мы будем ожидать того, что мы сможем получить выдающиеся результаты. Для нас огромная радость работать в эти ближайшие дни, и мы ожидаем еженедельно, что еженедельные вещи будут происходить, что еженедельно будут происходить классные вещи, я думаю, что на этом все, огромное спасибо. Да, доктор Ана, большое спасибо. Могли бы вы, пожалуйста, потратить еще буквально минутку для того, чтобы вместе с нами разобрать, ведь знаете, когда волатильность рынка настолько высокая, то текущая система, она старается, насколько я понимаю, воздерживаться от трейдинга, правильно? Но если бы вы смогли повторить те причины, по которым она от трейдинга воздерживается, потому что очень часто это вопросы, которые задают, то есть, знаете, вот обычные трейдеры смотрят на это и думают, да, какая возможность, какая возможность, как мы ее опустили? Ну, не исключено, не исключено, но логика, по которой мы воздерживаемся при такой волатильности, она двухфакторная. Первый фактор, когда волатильность становится крайне высокой, очень высокой, очень мало точек для анализа, очень мало информации, основываясь на которой вы можете сказать, так, ну вот здесь мы ожидаем таких-таких-то результатов, то есть, здесь могут быть резкие движения вверх, резкие движения вниз, там могут быть десятки процентов за час, а и то и меньше. Если вы посмотрите вот сейчас вот на эти пары графиков, то есть, мы увидели там падение, взлет, падение, взлет, и это 4 часа на 4 часа, поэтому для нас, мы ведь работаем с долгосрочными стратегиями, мы видели, что если бы мы, например, вошли здесь на ланге, что казалось бы, ну, в целом неплохая точка для ланга, то нас бы застоплосило на марже, и мы бы просто вылетели на целом ряде разных трейдов, торгов, потому что мы бы прогадали нашу точку входа с лангом. Поэтому здесь, не то чтобы мы не хотим здесь работать, но просто работая на подобном рынке, нам нужно смотреть вот чуть ли не поминутно, где мы работаем на 15-минутных, на минутных графиках, работать там, потому что на 4-х часовых форматах очень легко быть выбитым по марже, и самый худший сценарий для нашего фонда, это потерять 30% в день, потому что это в дальнейшем крайне сложно восстановить. Это не то чтобы невозможно, но это ситуация, которая будет сложной, после которой придется восстанавливаться всем, и поэтому мы крайне сильно стараемся избежать подобной ситуации. Поэтому, опять же, как только волатильность зашкаливает, то в рынке немного такой волатильности, потому что рынок все еще молодой, там достаточно низкое количество паттернов, которые здесь есть. Также хочу упомянуть, что во время этих периодов это сильно отличается от того, что происходит на других рынках, потому что разные рынки по-разному реагируют на повышенную волатильность. Опять же, здесь это рынок, который крайне затруднительно предугадывать, это рынок, который очень сложно удерживать, если мы работаем на таких длинных границах. Но здесь мы видим, что мы остаемся в этом рынке, то есть мы остались в рынке, то есть мы просто не зашли повторно, даже несмотря на то, что, опять же, наши новые алгоритмы, они говорили нам так, входим сюда, входим сюда или сюда. То есть они говорили нам, что здесь нужно было на шорт входить. Но мы еще не полностью доверяем этому алгоритму, то есть мы тестируем, прорабатываем, чтобы его сигналы могли быть еще более точными. Да, я хочу бы, кстати, добавить, то есть здесь мы торгуем не просто миллионом, мы торгуем 60 миллионами долларов, и это очень сильно меняет общую картину. Это как раз, кстати, где крупные фонды в летают в серьезные проблемы, потому что когда у них начинается маржин колы, то там ликвидируется сразу чуть ли не половина фонда. Я лично знаю вот ребят с крупными фондами, которым крайне сложно дальше с этим всем торговать. Это было замечательное объяснение, у нас практически время впритык, и поэтому так, кто хочет у нас сказать завершающие слова нашего созвона. Да, доктор Анна, огромное вам спасибо за ваше выступление. Да, у нас времени практически нету. Джереми, я думаю, что ты сможешь завершить наш созвон, если только ты не хочешь сказать о паре слов. Ну, слушай, может быть, нам просто еще второй час сразу запустить сюда? Ну, ведь у нас будут мероприятия в Дубае, у нас будут региональные мероприятия, мы даже еще не начали об этом говорить, потому что ведь сейчас столько всего нового происходит, это так замечательно.